Всем добрый день еще раз! Приготовила обед. Здесь у меня овощной супчик с картошкой, с цветной капустой. Никакой крупы на этот раз не стала добавлять. Мяса там нет. Единственное, что бульон из-под курицы остался. Бульон куриный. Такой овощной супчик и цветной капусты из остатков сварила. Картошечки добавила, зажарку, сельдерей порезала. Там несколько стеблей. У нас еще остались сосиски, поэтому их надо доесть. Так, сосиски мы доедем. Можно было, конечно, в морозилку положить, но можно и доесть. Что я тут полотенцем накрыла, чтобы это не остывало. Приготовила обед. Вот. Сварила яйца вот такие, под майонезом сделала. Можно было, конечно, еще зеленью посыпать. Парточку, ну вот два кусочка, одно яйцо взяла на работу завтра. Положу в баночку. Так, здесь у нас рыба, скумбрия. Как-то света недостаточно. Как-то она так выглядит. Но это будем есть. Картошку мы доели. Ну, можно с рисом, можно еще картошечки отварить. Завтра вечером, например, с работы приду. Можно отварить картошечки, поесть с рыбой копченой. Так, ну что, Филимон? Видите, пол чистый, пол блестит. Убралась в квартире. Перестирала полотенце. Постельное белье поменяю 1 числа и тоже в стирку закинула. Сегодня пока только полотенце поменяла. Чистые везде повесила. Все перестирала. Филимон. Филимон. Что тебе дать? Копченой рыбкой пахнет. Тебе нельзя. Сосиску? Тоже ты сосиски не любишь. Яйцо дать вареное. У меня тут под майонезом уже все. Все, баночки сейчас все в холодильник. Баночки. Так, здесь у меня яйцо. Здесь рыбка. Уже зарядила баночку на завтра на работу. Баночка на работу возьму рис. Так, все. У нас там хурма есть, кстати. Яблоки, хурма. Кстати, я забыла помидоры купить. Потому что их у нас было 2 упаковки. И я думала, что они уже еще есть. Но мы, оказывается, их уже доели. Да, Филимон? Так, время 4 час. Вообще-то, время обеда. Можно было бы уже пообедать. Но я как-то не привыкла есть одна. Поэтому я подожду. Не буду пока кушать. Не удержалась, съела одно яйцо под майонезом. Потом поедим супчик. В супчик можно сметанки добавить. Тем более он овощной, с капустой цветной. Можно сметанки добавить. Можно так. Можно рыбки копченый кусочек съесть. Но я думаю, что мы доедим сосиски. Хотя сегодня первый день поста. Как бы не хотелось бы нарушать. Но сосиски выбрасывать тоже жалко. Поэтому придется их доесть. Филимон. Это где? Филимон. Филюшка. От меня гладится, от стола гладится. Филя-филя простофиля. Филькамон покемон. Как только тебя не называют. И Филюшка. И Филя. И Филькамон. Как тебя еще называют. Бедный кот. Филюшечка-плюшечка. И Филюшка-вислоушка. Хороший кот. Умный. Умница. Таких котов давно не видела. У меня были коты. Но Филюшка самый умный. Самый порядочный. У меня до него была кошка Алиса. 17 лет жила. Я ее, конечно, очень любила. Когда появился Филимон, я как-то при ней даже боялась его погладить лишний раз. Чтобы никакой ревности не было. Или сразу обоих тискала в огненьку. То есть старалась как-то, чтобы Алиса не обижалась. Сейчас Алисы нет. Филимон один остался. Он почувствовался хозяином. Просто расцвел. Добрейшей души стал кот. Сначала немножко Алиску побаивался он, конечно. Ну, кот очень спокойный. Они никогда не дрались. Алиса вредничала иногда. А вот кот никогда. Он так лапкой подойдет, ее так потрогает. Заигрывал просто. Но никогда не обижал Алису, да, Филька? Потому что ты добрый кот. Добрейшей души кот. Скажи, зачем мне ее обижать? Я вообще-то кастрированный кот. Мне вообще кошки не нужны. Даром. Да, Филимон? Скажи, мне так хорошо. Поел, поспал, поспал, поел. Все дела. Сходил в лоток. И все. Опять поспал. Потом опять поел. И так целый день. Скажи, жизнь удалась. Видали мы ваши Таити, скажи. Нас и здесь хорошо кормят. Таити, таити. Видали мы ваши Таити или Гаити? Филимон? Эх, Филька. Филька. Что у меня с телефоном? Опять плохо. Опять мутно снимает. Ну, что делать? Вот сейчас вроде получше стало. Так, ну что. В квартире чистота, порядок. Полотенца чистые. Обед приготовила. На озере рис. Рис. На обед овощной супчик на курином бульоне. Сосиски. Мы никогда не едим первое, второе. Компот. У нас что-то одно. Вот на обед суп, на ужин рис с рыбой. Завтра на работу возьму рис. В прошлый раз я брала картошку с курицей. Завтра возьму рис. У меня там с печенкой рис. Осталась печенка. Я жарила вчера вечером. Поэтому печенку тоже надо есть. Поэтому я завтра вечером возьму печенки с собой на работу. Филимон. Филюшка-веслоушка. Скажи, усы лапам и хвост мои документы. А вообще-то у Филюшки ушки документы. Скажи, ухи мои ухи. Сразу видно, что породистые, без всяких документов. По одним ушкам можно определить, да, Филимон? Красивый кот, серый, мраморный. Цвет грязный мрамор. Такой желтоватенький чуть-чуть. Брюшка какое-то светлое. Самые темные у него лапки с обратной стороны. Филимон, у тебя даже носик черный у Алиски был. Даже не черный, а какой-то коричневый. У Алиски носик был розовый, глазки зелененькие, мордочка беленькая. Там, где глазки черненькие, такая красивая была кошка Алиса. И ты у нас тоже хороший. Добрейшей души кот. Самый умный. Во-первых, это самый крупный кот из всех, какие у меня были. 5500 весит. Алиска 3500 весила. Еще у меня был кот Леопольд бежевый такой, когда я еще в Ашкирии жила, когда мне 20 лет было. У меня был кот Леопольд. Такой кремовый, такого кремовый цвет, бежевый. Так вот, Леопольд у меня 3600 весил в лучшие времена. Потом он у нас пропал. Когда нашелся, пришел, мы его поймали, принесли домой. После того, как он к нам вернулся, где-то мотался целый год, на улице жил. Но я уехала в Москву, он сбежал из дома. Может, мать его выкинула. Честно говоря, не знаю, она кошек не любит. Я, наверное, уехала, она его выкинула сразу за дверь. Такой тоже может быть. Вот. Так вот, этот Леопольд у меня 3600 весил. Тоже был красивый кот, добрый такой. А когда он у нас потерялся, потом нашелся. Мы его еле узнали, он 1,7 кг весил. Но потом я уехала. Хотя я в отпуск приезжала, мы его нашли на улице. Потом, я когда уехала, он опять потерялся. Да мать, скорее всего, выкинула. Если уж она при мне, котенка один раз фурточку в окно выкинула. Мы тоже с сыном приехали в отпуск. Он там у девчонок увидел котенка, вцепился, не хотел отдавать. Они говорят, Миша, это наш котенок, мы тебе сейчас другого найдем. И, короче, пошли куда-то на помойку, на мусорку. Отловили котенка нашли где-то в подвале там. Принесли. И вот в тот день, когда она мой зять, бабка эта, мать, короче, взяла и фурточку выкинула его. Хорошо, что первый этаж на травку. Полетел, упал на травку. И на асфальт. Под окном газон. Я так обалдела, честно говоря. Мать говорит, что делаешь? Она говорит, ну вы сейчас уедете, а мне его кормить. Мне самой, говорит, жрать нечего. Выкинула в окно, прям при нас. Не могла дождаться, когда мы уедем. Проводила бы нас на поезд, потом отнесла бы на улицу. Нет, блин, надо взять при ребенке в окно выкинуть. Это вообще ужас. Такого кошмара никогда не видела. После этого, я думаю, наверное, она и моего кота выкинула, когда я в Москву уехала. Я-то думала, буду в отпуск приезжать. Кот у меня будет дома. А в отпуск приехал, кота нет. Лето было, я мыла окно. Смотрю, вдоль дома идет наш кот. Худющий, я его даже не узнала. Я как заорала сестре, Люба, говорю, беги вокруг дома, лови его. А я буду в окно смотреть, куда он пойдет. Я чуть в окно не сиганула. У нас первый этаж, но он очень высокий. Там, в принципе, не так просто спрыгнуть. Высоко все-таки можно ногу подвернуть, сломать. Сестра побежала, поймала, принесла. Ничего толку, я уехала в Москву. Кот опять пропал. Вот так вот, ребята, они все любят котов. Я не знаю, я не могу без котов. Вот у меня, хотя у меня на них аллергия, я поэтому Фильку стараюсь лишний раз не гладить. Потому что вот если он рядом со мной лежит, то все нормально до тех пор, пока я его не потрогаю, не поглажу. Как только я его потрогала, погладила, все. У меня глаза красные, слезятся, сопли из носа, глаза чешутся, глаза вообще начинают чесать. Красные-красные становятся. Сразу бегу умываться, руки мыть. Короче, мне вот его иногда хочется лишний раз потискать, но я боюсь. Из-за аллергии стараюсь его не трогать и стараюсь почаще убираться. Вот в квартире хотя бы два раза в неделю. Все, Филимон, про тебя рассказали. Естественно, я его никому не отдам. Коту десять лет. У нас он живет уже восемь. Январе у него где-то десять уже будет. У нас живет восемь лет. Не знаю, сколько такие коты живут. Если еще лет пять-семь поживет, как Алиска. Алиска семнадцать лет прожила. Говорят, породистые меньше живут лет четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Ну, Алиска у нас молодец. Она у нас прям с трехмесячного возраста и... Ну, сколько она у нас... Мы ее в апреле двухтысячного на рынке взяли. Ей было три месяца. Три-четыре месяца. Значит, она тоже январская примерно. Вот. А умерла она в июне шестнадцатого или семнадцатого. Наверное, она умерла пятнадцатого июня шестнадцатого года. Шестнадцать с половиной лет ей было. Вот. И в январе ей было шестнадцать, а в июне шестнадцать с половиной. Жалко кошку, конечно. Хорошая кошка была. Практически не болела так только последние там две недели. Ладно, все, ребятки. Всем пока-пока. На сегодня больше ничего не буду снимать. Пойду отдыхать. Сейчас, наверное, пообедаю. Пообедаем. Может, одна поем. Хотя одна не люблю есть. Вот. Надо будет пообедать. Потом полежать часок, передохнуть. Потом пойдем на улицу погуляем. Вечером телевизор будем смотреть. Поужинаем. Ну и завтра мне на работу. Хорошо, что короткий день. Пораньше домой хоть приеду. В семь часов. Вот. Все. Всем пока-пока. До завтра-послезавтра. Не обессудьте. Я как тот чукча. Что вижу, то я... Что вижу, то я... А то мы поем. Вот вижу в окно скорой помощи. Показываю скорую помощь. Вижу морг, про морг рассказываю. Ну что делать? Что есть, то я рассказываю. В общем, все. Всем пока-пока. Не скучайте. Все. 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 Все.